Привет, друзья! Меня зовут Артур Бакиров, и мы начинаем очередной наш выпуск нашего подкаста, который уже идёт под номером 2, но его названия будут примерно такими же, как, собственно, первый наш выпуск. И название его будет «Всё ещё стыдно». Ну, в общем, да, собственно, ребята, надеемся, что вот сейчас вот сможем поговорить какие-то классные, на самом деле, темы. Итак, мы начнём с немного отдалённой для нас обоих, но которая всё же относится к игровой индустрии. Начнём мы, наверное, с главного неудачника последних месяцев. Это шутер Lowbreakers, эксклюзив консольный PlayStation 4, который, собственно, показывает сейчас ужасные просто показатели по количеству онлайна. Ну и покупателей в целом тоже, да. Так что там как бы... Ну, да, то есть, в принципе, вы можете сами зайти в Steam Spy, посмотреть его показатели, и... Там что-то вроде около 50 человек онлайн в день, и, в общем, ну вы поняли, на самом деле шутер мёртв. Студия, которая делает Lowbreakers, называется Boskey Productions. Её возглавляет Кли Близинский, известный гейм-дизайнер, а выходец из Epic Games, который известен всем по классному шутеру, точнее, серии шутеров Unreal Tournament. Ну, он ещё был главной движущей силой в гирзах, Gears of War, именно это как бы считается его творение. И он, в принципе, над первым Unreal'ом тоже работал, это, наверное, первое, где его имя как бы всплыло, он там был дизайнер просто, если я правильно помню, карт. Но при этом как бы большой костяк карт на именно задизайнер. Ну, стоит отметить, что, в принципе, Unreal Tournament, это всегда была история про то, что это был такой пекарский шутан, который, соответственно, денег не очень приносил. Надо помнить, что в те годы основные деньги крутились на консолях, а Epic пытался заигрывать с Microsoft, выпуская Unreal Championship для Xbox, эксклюзивно. Но это было, ну, такое. И когда Microsoft предложил эксклюзивную сделку по созданию серии Gears of War, соответственно, это приносило ключевые деньги для студии. И, в принципе, Кли Близинский стал известен по большей части благодаря деньгам Microsoft. Ну, да, имя его начали именно слышать люди, только в связи с гирзами. До этого, в принципе, никто про него толком не знал. Ну, я не могу сказать, что Unreal Tournament прям была неудачная серия, или вообще Unreal в целом, так как они шли по намеренной такой торпинке, которая была протоплена еще и дами, и id Software. То есть мы делаем как бы игру, мы делаем движок, а потом движок можно будет лицензировать, а, в принципе, все остальное не так важно. Мы как бы одновременно разрабатываем технологию игру, но когда у нас есть игра, то она будет рекламировать им на технологию. И за счет технологии мы как бы будем выживать. То есть много было вещей, которые сделаны, конечно, на движке Unreal, их не так много, как хотелось бы, но было нормальное количество вещей, которые использовали этот движок Unreal. Сейчас попытаюсь вспомнить, ну, первое, что в голову приходит, это Deus Ex, оригинальный. Слушай, ну, камон, стой, ну, сейчас, де-факто, если рассудить по-нормальному, всего лишь два движка, которые массово используют, это нидер-разработчики, да и в целом большие студии, это Unity для малых проектов, по большей части, которые, ну, не требуют, которые требуют быстрой развертки, но небольшого масштаба, скажем так. Я, конечно, на своей очень такой нубской колокольни, если что, извиняюсь. Ну, я понял тебя, да. И второй это Unreal. Ну, Unreal, не забывай, это ты говоришь про Unreal 4, а тогда был Unreal 1. Просто еще. Да, я с тобой согласен, если ты уж туда углубляться, конечно же. Ну, да, когда просто именно говорить времен турнамента, да, вещи, то там как бы был Unreal 1, на нем было достаточно игр, с Unreal 2 не так много, кстати, было игр. Я даже не вспомнил. Самая знаменитая, наверное, единственная, которую я сейчас мог бы вспомнить, это была Bioshock. Bioshock 1 был на Unreal 2.5. Серьезно? Я даже не знал, что это на нем. Да, 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 многие, как бы на 2.5, он, насколько я знаю, тут, конечно, инфа неточная, я там со свечкой не стоял, но 2.5, как бы он, половина там это именно реально то, что, господи, как они называются, Infinity Ward? Нет, не Infinity Ward, сейчас скажу. Да ты чё, какой Infinity Ward? Ты где-то Activision взял-то, ты чё? Да, нет, у них просто... Бобби-котик, Bioshock, да камон! Название у этих разработчиков Bioshock у них начинается. Irrational, точно, спасибо. Irrational, короче, допилили напильником Unreal Engine 2, и по сути туда просто прикрутили водичку. И вот это как бы сказали, ну всё, мы прикрутили водичку, и теперь это Unreal Engine 2.5. Так что я сижу, думаю, такой, типа, Unreal Engine, типа, неужели во второй же части Unreal Engine такая была классная водичка? И ты мне только заявляешь, что, типа, водичка — это не старание эпиков, а старание Irrational. И такой, ну, пацаны, ну как-то жиденько получилось, значит, ну не то. Кто хочет заценить, какая водичка была в Unreal 2 сама по себе, может просто вот как раз набрать Unreal 2, потому что Unreal 2 — это, наверное, единственная игра, которая была на движке Unreal 2. И причём её как раз не эпики разрабатывали. Движок разрабатывали они, а игру разрабатывали вроде бы не они. Или там какая-то вторая команда, что-то вот такое там, как бы. Ну, слушай, смотри, смотри, мне кажется, даже возможный Bioshock — это уже Unreal Engine 3. Я вот сейчас не... Знаешь, чем прикол? Вот я сейчас могу тебе точно сказать, что Unreal Engine 2, он используется в первом King Flour'е. Я помню, к этому графику она была на уровне, ну, дай бог, ну, мне почему-то всегда казалось, я очень много наиграл в King Flour, там, больше 150 часов, мне всегда казалось, что на уровне какого-то, ну, такого немножко даунцепленного Half-Life 2. А я, кстати, всегда думал, что King Flour'е на Сорсе, поэтому вот видишь... Не, он на втором Unreal'е... Слушай, действительно, кстати, даже никак не думал о том, что он на втором Unreal'е. Блин, я, видимо, настолько заигрался, знаешь, там, понимаешь, что ты такой, скипаешь все заставки, всё уже подпускаешь, а ты такой, а-а-а, быстрее, быстрее. Уже на автохате все делаешь, это как типичный вот это, типа, когда-то запускают, наверное, точно так же. А вот, например, Unreal 3 используется уже в довольно-таки многих вещах, там, Batman, Arkham City... Ну, так Unreal 3 тоже был, уже ж, когда, собственно говоря, Дирзы показали, что можно с ним делать, и на всех консолей или в Копоте. Я шоку Infinite сделан был на... А, ну да, Infinite уже на третьем. Первый на 2.5 и второй, вроде бы, тоже на 2.5. Я буду просто тебе верить, потому что я врать не буду, я не помню, не... Никто не помнит, поверь, это я вот только то, что Гомосутру читал, я это знаю, там, была серия интервью. Но самое в том, что Cliffy B, ему не понравилось, как... Cliffy B, как его называют в индустрии, близкие друзья, Cliffy B, ему очень сильно не понравилось, как обошлись с гирзами. То есть первые три гирза, это, в принципе, вот его вещи, да, и многие считают, что вот типа вторая и третья, это как бы лучшие гирзы. А потом решили делать Judgment, который спин-офф, да, и Cliff там как бы совсем левой пяткой был. При этом там был чипоисполнительный продюсер, но вроде он там вообще никакой даже роли в разработке не играл, только промоушен, короче, на нем. Его задело какое-то чувство того, что типа его не пригласили для активного участия, или в чем прикол? Там много чего происходило, потому что, похоже, его именно щемили просто. Не то, что его не пригласили, его щемили оттуда. Он слишком как бы... Ну, как сказать... В ИД, например, похожая ситуация тоже была. В старые времена, когда Doom 2 выпускали, да, они... И когда надо было работать над Quake'ом, Ромеро вместо того, чтобы работать над Quake'ом, катался, типа, турниры устраивал, но был лицом компании, да? И такая же фигня, похоже, произошла и с клипом. Вот, что-то вот такое произошло. Он тоже ходил интервью раздавал. О, да, он постоянно интервью давал. Он постоянно... Если ты видел что-то про гирзы, то там клип был всегда. Ну да, да, конечно. Он же в ходе просто был. Он был лицом. И его начали постепенно щемить, насколько я понял. И он как бы решил, что я здесь теряю, и решил сделать свою команду с Blackjack'ом и шлюхами. И с лоу-брейкером! Лоу-брейкер запущен. И Лоу немного брейкнулся. В конечном итоге. А то что, получается, что? Как бы, окей, эпики остались на месте. Клип тоже ушел делать свою игру. А теперь... Ну, смотри. Мы можем, в принципе, с Ромеро довести до конца. Только Ромеро делал дайкотану вечно, а клип, в принципе, сделал лоу-брейкер быстро. Но эффект у них приблизительно один и тот же, который получился. Обы сподливые в итоге, да? Да. И причем там тоже даже такая фигня. Я вот не знаю, лоу-брейкер сонож тоже, наверное, на Unreal Engine, правильно? Ты знаешь, я тебе сейчас скажу, я врать не буду, но учитывая, что, в принципе, Unreal Engine, что ты можем взять спокойно с сайта, скачать бесплатно, потому что это можно, даже для коммерческих игр. Я думаю... Такую лицензию там можно получить, если я правильно помню, за какую-то смешную сумму вообще там, чтобы, если ты хочешь именно коммерчески его использовать, именно с поддержкой, со всеми вундервафлями, там лицензию студенческую получить. Ну, тем более, сейчас, секунду, так. Ну, такой офигительный у нас подкаст, прям ищем, прям... Да, Unreal Engine написано. Ну, все, значит, такая же ситуация, как с Ромеро была. Ромеро был не кодер, ну, он как бы был кодер, но он был не настолько кодер, как Кармен, да? Поэтому, когда он сделал свою кампанию, он решил просто взять движок у едов. Он взял движок первого Квейка, а потом, когда на какой-то из Е3 он увидел, Ромеро, как выглядит Квейк 2, он, короче, пришел в ярость и сказал, мы никогда не сможем с этим бороться, нам надо теперь пойти, молить их на коленях, чтобы они нам дали движок Квейк 2. По-моему, это очень такая позиция, на подсосе быть все время, нет? Ну, как? Ромеро считал, что важно это дизайн. Вот он дизайнер, вот он бог, и как бы это идеально, что игры делает. Вот он считал. Ну, вот, да и как там... Вот знаешь, есть Сергей Галенкин, которым мы в прошлой выпуске упоминали, опять же, да? Есть. Вот он говорит, что, в принципе, вот геймдизайнеров незаменимых нет, есть незаменимые, хорошие программисты. И, то есть, как бы, если у тебя игра сделана как говно, и у нее играть невозможно, механики просто устаревшие, прям безидец, прости, господи, то, ну, вот, ее это не спасет, такой крутой геймдизайн. Для этого не надо особенно далеко идти, вспомним преснопамятный, наверное, господи, первая игрушка Quantic Dream. Как называется, господи? Омикрон. Омикрон. Нет. Ты помнишь? В Омикроне проблемы были не только из-за того, что там движок плохой или программируемый плохой. Упоротый сюжет, но это вообще всегда у Квантика. В Омикроне упорнотое все было. Там все было абсолютно упорнотое. Это вот, если мне скажут, назови самую французскую игру, которую ты можешь назвать, то это наверняка будет Омикрон. Даже не Immortals? Ну, Immortals, так понимаешь, Immortals, он по бельгийскому комиксу, если я правильно помню. Я точно не уверен. Ты в сортах французского дерьма разбираешься, да? Ну, это не из-за хорошей жизни, так скажу. Это кошмар, конечно. Слушайте, наш подкаст, и будьте разбираться во всех сортах французского дерьма и бельгийского в частности. Ну, они там как бы одно и то же, они там друг друга заимствуют постоянно. Я вот уверен, они там партнерятся вместе. Истинные партнеры, исторические, так скажем, национальные. Кошмар. Есть теория такая, что, типа, безумный стояк, вот, скажем, вот этого европейского региона на этих диких людей, на преисторических людей, вот он как-то связан все-таки с их комиксами. Час чувствую, что есть какой-то комикс про каких-то очень мужественных кроманьонцев, и поэтому тебе и Far Cry Primal, который вот как раз, получается, Монреаль его вроде разрабатывали в Бесов, но это те, все наши читай французы, канадские монреаловцы. Потом Би, этот, как его, как его называть, да, Хорайзен, Гиродон. Ну, Сиберия, Сиберия, это, в принципе, более-менее еще такой нормальный вариант, потому что это, Сокаль, он, в принципе, не самый худший разработчик, которого можно придумать. Я вот думаю про Хорайзен, потому что Хорайзен, это не, они вроде датчане Гирилла, они где-то там, они именно больше скандинаврские. Мне слово говорят Хорайзен, мне так и сразу в голове так, машины проносятся, потому что Форзо Хорайзен, все, я просто не могу. То есть, я тут про рыжих бестий, которые там по полям бегают, а у тебя там в глазах машины, да? Да, да, да. на право ездят. Отлично. Ну, давай вернемся, наверное, с ушей к... А, близинские, точно, давай. Близинские. В чем прикол? Unreal Engine, я когда-нибудь делал, получается, слово Law Breakers Engine в гугле, да, и тут сразу вышло две игры сбоку, похожих в запросах. Первый, это Fortnite, текущий успешный проект от Epic Games, непосредственно, которые сейчас выезжают на лаврах PUBG, этого, плеера known Battlegrounds при помощи того, что они там успели запустить за, там, три недели, наверное, да, за месяц Battle Royale, свой отдельный режим, сейчас в виде отдельной игры выпускают его, причем полностью бесплатный и единственный, причем Battle Royale на консоли. Если как-то не ошибаюсь, тот же песнопамятный Галенкин как раз в Epic работает, так что, господи, да? Кто-то у него твитер такой в сторону Epic. Слушай, вы два выпуска подряд его упоминаете. И учитывая, что я слушаю их подкаст, да, это вообще ничего удивительного. Ну и как бы он сейчас... Они там про Fortnite чуть больше, чем полностью все говорят. Да, серьезно. Шарф. Ну, Галенкин как бы знатный человек. Ну, я, я... Ну да, говори, говори. Да, да, отлично, окей. Я такой думаю, окей, Fortnite хорошо, молодцы Epic, отлично. А такой противоположный пример лоубрейкеру. И сбоку, знаешь, старший брат, наверное, лоубрейкера, лоубрейкерсов по удачности, скажем так, и выступающий в том же самом жанре одновременно. И они оба стараются лоубрейкерси, и вот эта игра, я не буду сейчас называть, от лидера, получается, текущего, от игры Overwatch. Окей, лоубрейкерс, Overwatch, многие часто сравнивали, говорили, что просто лоубрейкерс это типа там они что-то где-то там на гравитации, еще все на серьезных щах, и какой-то дизайн очень странный. Мне, прилично, очень не нравится лоубрейкерси дизайн. Он кажется реально серьезным, но в то же время неинтересным вообще. Ну, они пытаются ремикс сделать, скажем, эстетики, какой была в поздних Unreal Tournament. То есть, до третьего Unreal Tournament они пытаются в эту сладкую зону Unreal Tournament 2004 вот именно туда попасть, потому что именно четвертый турнамент он считается как бы, наверное, самым успешным. Сага была целая про то, как эпики, когда они еще были Epic Mega Games, эпики пытались вычленить Quake 3 как главную киберспортивную дисциплину. Потому что Quake 3 была главная киберспортивная дисциплина. А они вот делали новые игры, говорили, вот у нас, смотрите, какая клевая игра, мы хотим, чтобы все играли в нее киберспорт, на-на-на, а все геймеры говорят, да ну вас нафиг, у нас Quake 3 есть. И вот так вот где-то лет семь или шесть люди просто в Quake 3 гоняли. Пока наконец... Запомни эту мысль, запомни эту мысль, и я к ней еще вернусь, поскольку у меня еще плен на мне есть. И можешь угадать с одного, правда, с трех попыток, как называется вторая игра, которая старше лоубрекерсов на полтора года, и которая постигла та же самую очередь. На полтора года? Мне казалось, она моложе, если это про которую я думал. Может, понимаешь, она, она самым запоминающимся названием, давай вот так пойдем тогда, она от гирбоксов? Да! Тогда, думаю, внимательные, умные слушатели уже тоже наверняка догадались, о какой игре идет речь. Если я правильно помню, она называется, вот, очень запоминающимся название, я знаю, Battleborn? Да. Я угадал именно, знаешь, я знал, про какую игру идет речь, и я вот боялся не угадать название ее правильно. Слушай, знаешь, реально, абсолютно никакое название, никакое просто. Вот, ну, это хуже может быть только, знаешь, вот этот PUBG. Не, ну, самое худшее, да, да, говори. У PUBG сейчас из-за того, что выходит новая консольная версия для Xbox, да, говорят, что будет название гораздо длиннее, чем оно сейчас есть. Я боюсь соврать, но она будет называться, как PlayerUnknown's Battlegrounds Ultimate Fight of Life and Death. А, да. На самом деле, это полное название, как бы, и ПК-версия, просто это, как бы, субтитр. Какой-то просто, ну, что с вами, ребята, ну, блин, ну, я корейца. А знаешь, что самое обидное с PlayerUnknown's Battlegrounds? Если бы ее переименовали в Battle Unknown's Ground Battles, то тогда можно было бы ее говорить, как Пугби. Как Рэнби, только Пугби. Знаешь, я как-то, честно скажу, когда мне говорят про, просто говорят Battlegrounds, у меня в первую очередь возникает ассоциация со старой игрой, которая называется Magic the Gryffering Battlegrounds, по-моему, так называется. блин, мне она так нравилась. Ну, знаешь, ну, это, вообще, вот, если сейчас объяснить тем, кто слушает нас, это же, ты играл, да? Ну, я обидел ее, я в нее не играл, я играл в самый первый компьютерный Magic, над которым Сиднея работал. никакого отношения к Magic не имеет вообще, кроме того, что это ситинг единый. Это больше всего напоминает непошаговые демюрги в реалтайме чистого. Это там реалтайм, да? Абсолютно реалтайм, и знаешь, у тебя динамика такая бешеная, ты вроде, знаешь, что здесь бешеная динамика реалтайма, плюс, как бы, карточки, и, блин, это реально классно и весело. Я, наверное, раза три проходил игру, мне дико зашло, и я больше не видел подобных игр ни разу. То есть, я тебе советую посмотреть, она не уверена, что продается, на самом деле, в стиме, не уверен. Battlegrounds вроде бы нет. Мэджики там продаются вот именно Duel's, 2014, 2015, вот это все, а вот это ужасно, Мэджики, никогда не играйте в них. Вообще никогда. Я, кстати, удивлен, почему даже спустя кучу лет выхода Hearthstone, Мэджики так и не запилили нормальный Hearthstone-подобный Мэджик. А это хороший вопрос. Wizard, точнее. Многие сидят на своих, вот как бы, карточных этих, и никто не хочет сделать нормальное с ними что-нибудь. Ну, во-первых, Мэджик, если мы уже про Мэджик заговорили, Мэджик люди некоторые делали, то есть, была идея сделать свой компьютерный Мэджик, но вот взять уроки Hearthstone с него, да? Сейчас был Hex, если я правильно помню, H-E-X, которые три буквы, да? Это была попытка сделать немного как раз, давайте мы сделаем реально, вот интерфейс будет как в Hearthstone, да? То есть, все будет так вжух-вжух-вжух-вжух-вжух, но при этом это была первая попытка. Работать не будет. Она работает, на самом деле. Это была хорошая первая попытка, но проблема в том, что Hex, там даже синглоплеер был, говорят, нормальный, но проблема в том, что Hex, он реально pay to win. Там, если Hearthstone, он очень сильно скрывает тот факт, что он pay to win, да? То Hex, это как бы ты в первые два часа поймешь, что если ты реально откладывать не будешь, то все. Bye-bye, America Good. Не увидимся никогда. Ребята, вот я работаю пиарщиком, да? Пожалуйста, разработчики, если вы делаете игру, вы поймите, нельзя первый год, если вы купите какую-то инсталл базу, сразу pay to win включать. Сделайте так, чтобы у вас вообще игр пока, игр ничего вам не зарабатывал, накопите инсталл базу, а потом дайте уже чуваков. Ну ты забываешь. Танчики так и работают. Все сидят на танках, потому что уже влита. Нельзя больше отпускать. Танчики, это понятное дело, и Warframe там, не знаю, все остальное. Проблема с Хексом была в том, что он начал лаунс в Early Access. И когда он был в Early Access, там такого лютого pay to win не было. Там как раз-таки прошел где-то приблизительно год с того момента, как он вышел из Early Access, и потом начался лютый pay to win, и игра, вот как бы сейчас в нее никто не играет. То есть как бы они нормально попытались, как я объяснил, да, сейчас сделать? Да, они попытались, реально как-то объяснил сделать. Но вот они потом в результате игру добили. она просуществовала, можно сказать, примерно года три. Сейчас все, кто хотят в Magic поиграть именно в таком духе, то есть реально Hearthstone, но правила Magic, то они идут в Eternal. Eternal, интересно, ты... Казал, что Eternal это просто какая-то очередная корейская ККИ, которая просто массово заносит всем. Она американская. Она американская, заносит она всем, потому что ее у нас толкает Mail.ru. И ты из России. Я просто вижу кучу блогеров такие, типа, ой, там Eternal, Eternal такой. По-любому заносят, по-любому. Не, ну это просто Mail.ru, они толкать любят. Но суть в том, что сейчас, кстати, нельзя с русских айпишников, если я правильно помню, зарегистрироваться было какое-то время в Eternal. То есть ты мог его в Steam взять, установить, да? Ты хочешь зайти с русского айпишника, хочешь зарегистрировать аккаунт, а тебе говорят, а у нас нельзя, потому что Mail.ru. А игра еще не запущена. И ты не можешь с русского айпишника вообще в нее играть, получается. Ну типа, местный дистрибьютор заблокировал пока дистрибьюцию, да? Пока еще запустилась. И, и самое главное, игры нет. Нет, ты просто заходишь через VPN, создаешь себе аккаунт, учет, и потом спокойно заходишь, играешь, да, и потом спокойно играешь, как люди играют. Ну да, и нормально. И там действительно уроки Хардстоуна, так скажем, да, применили на тупо Magic. И людям как бы заходит, людям нормально. Pay to win там есть, но он не агрессивный. То есть там, скажем, до того, как ты до pay to win надойдешь, наверное, часов 50 минимум ты туда вольешь. И то, как бы они там нормально дают вот эту валюту свою премиальную, там, по праздникам, если логинишься каждый там день, с партией одну заходишь играть, да, квесты там выполняешь. То есть там нормально можно, в принципе, без денег это делать. В моем опыте, вот именно реально самое в этом плане демократичное, вот, когда free to play, да, именно идет, это вот, собственно говоря, Psy Games, японская компания. Вот они же сделали, реально тупо, они тупо слезали под кальку Хардстоун, как он назывался, Shadowverse, если я правильно помню. Да, Shadowverse. Вот они тупо под кальку взяли Хардстоун, накидали туда анимешных баб, и все, и запустили, и типа, нате, играйте. Там есть, правда, одна механика, карты можно эволюционировать несколько раз, это немного меняет игру, и то, что персонажи там отличаются, которых ты выбираешь, за которых ты играешь, типа, да, они сильнее гораздо отличаются, и колоды, соответственно, у них отличаются гораздо сильнее, чем как в форсии. Дай угадаю, анимешные бабы не взлетели. Не знаю, сейчас это, наверное, топовая очень вещь, ну, по крайней мере, в своем регионе она 100% там наверху. Ну, как ты понимаешь, видимо, анимешные бабы имеют спрос, учитывая, что у меня резко в один день появилось 10 игр из серии Сакура. Ну, тоже можно понять на самом деле, мы все люди, и как бы не считается, что это что-то такое запретное, там, ничего не показывают, там сюжет, типа, есть. Нажимаешь, как раз, только пробел, но все-таки. Ну, в общем, не знаю, как мы дошли до анимешных баб, при том, что мы начали с Клиффа Близинский, но такое, Клифф просто сейчас скучный, что он тут интересного сделал в последнее время? Что, Love Breakers разработал? Интересно. В общем, я вангую, что Love Breakers до конца года станет фри-то-плеем, что, в конце концов, они перейдут на Xbox, заметят, что они на Xbox, видимо, не вышли, исключительно, потому что, мол, типа, Microsoft, ты пидорасы, вы, типа, меня ущемляли, поэтому пойду-ка я к Sony. Sony, как я вижу, не очень помогла. Ну, смотри, Overwatch есть на всех платформах, если я правильно помню. Зачем играть в что-то другое? Есть, правда. В этом проблема, потому что, действительно, рынок вроде бы не перенасыщен, да, но при этом, как бы, никого не интересуют другие игры. То есть, вот, может быть, Quake Champions выйдет, и он, может быть, докажет, что, я не знаю, Quake Champions вышел, просто, опять же, видишь, такая ситуация, там, как вроде бы в Early Access сейчас, или что-то похожее. Ну, вот, в ОБТ, да, но, по-моему, насколько я знаю, он в лаунчере, или уже в стриме есть? Ну, суть в том, что, когда Quake Champions... в Бэтхэйс, в лаунчере, когда он окончательно выйдет, да, вот, тогда вот будет ясно, есть ли место, так скажем, вот этим вот, херо-шутерам, за исключением Overwatch'а. Вот, я не верю, честно, искренне не верю, мне кажется, доказательным стало системой составляющей дума, конечно, там не херо-шутер, да, но, как бы, знаешь, вот эта старая механика, ее попытались наложить, ну, как сказать, с новыми примочками, да, и она не взлетела. Тут пытаются, опять же, старые механики, там, Quake, намешает героям, мне кажется, опять какой-то, мезорт врожденный, будет какой-то шутанчик, и опять ничего не взлетит. Тут то же самое, лаубрекерс пытается заигрывать с какими-то своими старыми, типа, вещами, типа, мы все такие серьезные, там, да, на серьезных вещах, много серьезных механик, там, нужно быстрые действия делать, но при этом у нас, типа, Overwatch на самом деле, никому это нафиг не впирается, нужен низкий порог вхождения, максимально для широкой аудитории все это сделать, я как будто сейчас рассказываю, как сделать правильно мультик «Мои маленькие пони», там, как-то звучит смешно на самом деле, но как будто, мне кажется, действительно, в этом даже плане Fortnite гораздо лучше, чем PUBG, потому что, блин, меньше сложных механик, ниже порог хождения, если, опять же, еще цена free-to-play, то отлично, и все зайдет, на самом деле. Плюс к всему, надо понять, что лаубрекерс это быстрый шутан, он действительно ориентирован больше на ПК, поэтому на плойке в него гонять не будет, даже на плойке, собственно, и в боксе, в Overwatch, гоняют, мне кажется, не так уж и много, потому что там гораздо медленнее игра, на самом деле. На боксе не знаю, но на плойке довольно-таки солидно людей, количество людей играет в них. Мне кажется, надо сравнивать с аудиторией Destiny. Ну, Destiny в оригинал был только на консолях, поэтому там ничего не получится с толком понять, как действительно это происходит. это, как бы, суть в том, что вот есть Overwatch и больше, в принципе, сейчас, насколько я понял, людям ничего не надо. Если бы мне сейчас сказали, что, мол, типа, парни, вот, типа, окей, тебе фритоплейн и лоубрекерс, там, даже если без микротранзакции, или вот тебе там Overwatch за два косаря, да, иди, выбери что-нибудь из них двоих, и я выберу ничего из этого, на самом деле, потому что за Overwatch мне банально жалко 2000 отдавать, и мне все друзья говорят, что, мол, парень, если ты подсядешь на эту штуку, ты потом туда не вылезешь, чем-то там два косаря будет жалко еще вдобавок. Да и к тому же, ну, не нравится мне лоубрекерс, мне Battleborn, на самом деле, даже к своему времени понравился, я играл в ОБТ и в ЗБТ, реально зашел, я такой думал, блин, был бы фритоплей, я бы погамал бы, а вот занести 2000 за Battleborn, мне что-то как-то ломало, тем более, потом бы очень быстро начались с тем, что, мол, онлайн-то мертвый, ну, я такой, тем более, он такой, все, мэ. Ну, в общем, верю, что до конца года лоубрекерс станет фритоплейным, этого ничего не спасет, студия Клиффа Близинский закроет через два года, диванный аналитик. И последует он, примеру, Джон Ромеро, который будет делать социалочки для мобильных телефонов, ну, сейчас не будет он будет делать на социалочке, сейчас он будет делать что у нас, ну, коллекционные карточные игры, я не знаю, пусть придумает себе какую-нибудь забаву. Заметь, что все заканчивают свою игровую карьеру делать какие-то социальные игры, Дон Мэтрик, который TV-TV, там, Watch TV, он же тоже ушел в Зингу, и потом оттуда его поперли. Не, Зинга просто потому, что в то время, как раз, когда Мэтрик туда ушел, Зинга, она... Уже агонировала? Скажем так. Ну, она не то, что агонировала, но тогда уже пузырь, как бы, скажем, лопнул. То есть, Зинга, вот, она реально была топчик, так скажем, в 2008, где-то приблизительно, я бы сказал, было 2012, наверное. И там, как бы, да, тогда они были реально на высоте. Ну, собственно, когда Фармюли вышел, первый, веселая ферма. Ты даже в этом разбираешься? Тогда они... Ну, это индустрия, друг мой, за этим надо следить. А, в частности, вот эта индустрия и Фармюли не делали во Франции? Я не знаю, где они его делали, я знаю, что Зинга их... Я, типа, сейчас тебя тонко подкалывал по поводу говна и француза. А, ты имеешь в виду... Ммм... Я оценил. Монифик, монифик. Ах, ладно. Но мы зато вспоминали про то, что у нас будет убийца, а в Рвочи будет он Квейт Чемпионс, да? И раз мы заговорили про Ид, значит, мы заговорили про Бефезду. И раз мы заговорили про Бефезду, да Ивел Веден 2 вышел сегодня. Как тебе? Или ты еще не пробовал? Я еще не пробовал и не знаю, буду ли пробовать, потому что первый Ивел Веден был довольно спорный. Он был довольно, так скажем... Вот представь себе, человек, который по большому счету придумал Survival Horror, да? Мы говорим про Миками. Да, Синджи Миками. Он такой, типа, как бы приходит и говорит, ну-ка, сынки, я сейчас со своей новой компанией, как с Клик Близинский, со своей новой компанией, сейчас всем покажу, как надо делать. Стоп, 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 стоп. Я почему-то резко вспоминаю времена агонирования Dreamcast'а, и когда я Миками, если я не ошибаюсь, делал вот эти 0.7... А, Миками в парашинские времена это была агония Гимкуба. Уже не Dreamcast'а, позже немножко, года где-то 3 спустя агония Гимкуба. О, агония Dreamcast'а. И Миками, он... Капкома был странный период, они решили, что как бы люди, которые делают игры, должны быть у руля. Не, именно Капком. Миками, он Капкомовский чувак. Resident Evil Капком все дела. Он Resident Evil придумал. Ну, не придумал, он был один из людей у руля. И он Миками в те времена сказал, типа, ну вот, Гимкуб самая мощная консоль, мы теперь все игры делаем на Гимкуб, все остальные могут пойти и есть говно. И все в руководстве так почесали репу, посмотрели на то, какими цифрами продаются PlayStation 2 и какими цифрами продаются Гимкубы, и сказали, ну может, Миками что-то знает. Стоп, 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 подожди, подожди. Бокс мощнее, чем Гимкуб. Да, но Миками сказал, что не так, это не так. Знаешь, что, что Гимкуб продался меньше пиражом, чем оригинальный Бокс? Да, это так, Гимкуб продался из тех консолей хуже всех. 22 миллиона, кстати говоря, я буквально статистику смотрел, 22,5 миллиона продался Гимкуб, 25 миллионов продался оригинальный Xbox, и что-то вроде 155 миллионов продался PlayStation 2. Просто безумно. Знаешь, самое смешное, что продавался на старте Xbox столько же, сколько стоил на тот момент выхода, получается, бокса PlayStation 2, да, потому что был в машине, но уже через год его проискать пнули на 100 баксов. И все не спасло его. Ну, там они все просто опоздали, PlayStation 2 была первая. Согласен. И 360-й тоже успел первым бэйсбэйсом. 360-й первый успел и кое-что сумел сделать, да, но там, как бы, Джугернаут как раз подкатил Wii. Это как раз 110 миллионов, кстати говоря, копий, по-моему, или больше даже, 200, по-моему, уж и есть. Время Википедии. Wii с хорошим телевизором продалась, если я правильно помню, топчик был Wii Sports. Для PlayStation 3 70 миллионов, что-то такое, припоминаю. А Wii вроде 140 уже было к тому моменту. Мне пишет Википедия 101 миллион. 101, ну, тогда она была поближе к Сотке. Больше всего продана игр, самая популярная игра на Wii, это Wii Sports, как раз-таки 82 миллиона копий. Не знаю, как они это считают, потому что Wii Sports, она была... Она поставлялась в комплекте, кроме Японии и Южной Кореи. Кроме Японии и Южной Кореи, да? То есть, вот оставшиеся, видимо, 30 миллионов как раз в Японии, Южной Корее и купили. Ну, это как бы... Там не покупали вообще, да? В этом, в этом я чувствую, была главная проблема Wii. Консоли двигались, консоли двигались успешно, да? Я чувствую, что игры нет. Мне кажется, одну-две... Они покупали Wii и покупали... Понимаешь, после этого что? Они покупали Марио, Марио, Зельду и Марио. Вот ты, кстати, неправильно... Собственно, так всегда у Нинтендо было. Ты вот аудиторию Wii неправильно понимаешь, мне кажется. Потому что люди... Я сейчас типичного такого Нинтендо-хейтера включаю, да? Не, не то, что Нинтендо-хейтера, ты просто, мне кажется, чуть-чуть путаешь. Вот люди, которые покупали Геймкуб, да? Они как бы у них копца не было, они покупали Марио, они покупали Зельду, там, в принципе, понятно. И Wii U тоже самое, да? С Wii U тоже самое, с Wii U абсолютно тоже самое. Люди, которые покупали Wii, они покупали Wii, у них был Wii Sports, если они Wii покупали позже, то у них еще и был Wii Sports Resort вместе, да? Потом они, ну, например, года два вообще ничего не покупают. Вообще ничего. А зачем, да? Ну да, у них есть Wii Sports. Они купили игрушку, да? Ну, это нормальный человек, он не геймер, да? Вот в чем суть была Wii? То есть, человек увидел по телеку, увидел ГГ прикольно, или увидел вот это видео, как кто-нибудь на Ютубе кидает пульт этот, телевизор пробивает себе телевизор, и тоже ГГ прикольно, вирусно все это пошло-поехало. Он пошел, купил, у него вот есть вот там бокс на этой, да, там, катание на водных лыжах, вот это всякое, вот это вот придурочные вещи, и все, ну, нормально. А потом он, может быть, как-нибудь там прошелся, там, по магазинам, да, видит, о, Just Dance стоит, он думает, слышал тоже что-то прикольное, вот пойду, куплю себе на V Just Dance. И вот у него есть Wii, на нем у него есть Wii Sports, Wii Sports Resort и Just Dance, это все. Ну, да, Васяки, по поводу Just Dance, скажем, что, мне кажется, если уж брали себе Just Dance, то играли в него, конечно же, на боксе. Не, ну, я тебе ради примера говорю, что он увидит... Вот даже пишу так, у меня вот сейчас соседи, да, сидели мы с ними, я сейчас вот на кухне, и мне так соседка, получается, спросила, слушай, у тебя же там есть вот эта игра, там такая, такой Just Dance, сказал, да, типа, надо, такой, а лучше что-нибудь на троих, это такое, что у тебя есть, такой Castle Crushers, что-нибудь еще, такой, не помню, ничего, не знаю, больше, что-то больше на одном компьютере можно пройти. Кстати, в Kinect'ах продано было порядка, там, ну, 25 миллионов копий в Kinect'ах конкретно, потому что, а в каждом комплекте шел Kinect Sports, тоже как раз таки. Kinect Sports, я чувствую, не так двигал, все даже как Wii. Kinect Adventures, 18 миллионов, как Peking Game of Walking Act, да, даже еще меньше, извините, вернемся, давай, Миками. А, Миками, точно. Мы тут переобуваемся на ходу просто постоянно. Ну да, Миками, Миками, когда геймкуб был, он сказал, типа, геймкуб самый мощный, мы делаем все на геймкуб, люди в Кавкоме очень сильно очесали головы, дочесали до крови, потом, когда кровь увидели на руке, сказали, что-то здесь не то, и сказали, Миками, а давай ты, может быть, это, упыри шмел, а он сказал, нет, геймкуб. И, короче, потом они сказали, ладно, все понятно, молча портировали Resident Evil 4 потом на PlayStation 2, Миками говорил, что это ужасная версия, никогда в нее не играть, это говно, она абсолютно не... А потом вышла версия для ПК, и он понял, что там еще хуже. Версия для ПК была портом с PlayStation 2, то есть, как бы, вот еще один плевок. Это просто ужасно было, я помню, вот это, я сам лично, я еще раз повторяю, наверное, во всех подкастах, в которых я участвовал, всегда повторяю, что я очень не люблю играть в хорроры, я сильно их боюсь, я правда вот непосредственно с человеком, с которым мы сейчас все вместе говорим, мы сейчас играем в шестой, мы уже запартнерили, шестой сейчас партнерим. Пятой запартнерили, шестой партнеримся, когда вдвоем нормально, а когда мы с Владимиром, уже как-то боязно немножко. И вот я сидел, смотрел свои первые стримы, когда брат играл в четвертый, Resident, я прям чувствовал его боль, когда он на клавиатуре прицеливался, боже, это выглядел так стрёмно, я такой, ты чё творишь с собой, что это за говно, зачем ты это такой, это прикольно, там, из-за плеча, тут, как бы, Resident Evil. Но понимаешь, Resident Evil 4 был не самый худший порт тех времен, то было страшное время для ПК-геймера, потому что... А можешь, например, хуже сделать? О, Devil May Cry 3, например. Ой, блядь. Или... Да, там... Что-то... Давай не надо вот этого, ладно, пожалуйста. Японские порты на ПК, это, по-моему, был лютый пиздец, мягко сказать, всегда. Они там ходили, как будто, знаешь, японцы, типа, даже не знают, что такое ПК-рынок. Ну да, они не знают. Давайте мы сделаем то, что сказали, что там что-то кто-то играет на ПК, оказывается. Ну да, они не играют на ПК, у них свои вещи, на ПК совсем другие, то есть визуальные новеллы в основном, вот они считают ПК-жанром, а все, что остальное, это как бы бред, они на концертах играют. Но единственный нормальный более-менее порт, наверное, который вот даже сейчас вот ты можешь пойти на, наверное, даже на Windows 10 вроде бы, найдет без всяких костылей, только патчек для широкого формата экрана поставить, это Silent Hill 3. Вот он вроде бы... Нет, я не сказал бы, что это хороший на самом деле порт был, потому что, ну в том плане, что как бы, во-первых, с Silent Hill 3, да, у меня связаны те воспоминания, когда такой, ой, блин, классная игра, там графоний ты видел, да, мы такие, покупаем пиратскую болваночку, ставим, он такой, парень, DirectX 9C есть, а пиксельные шейдеры вторые, нет, слышь, видюху купил, и мы такие, ну у меня же GeForce 4, там какой-то... Нет, на четверке уже шейдеры были, у тебя, значит, была не четверка. Я не... Нет, ну мне кажется, может, у меня было 4MX. А, 4MX тогда, да, потому что это чисто GeForce 2 на самом деле, тогда бы да. Ну и короче, и мы в итоге пошли и купили FX 5200, самый дешманский вариант FX, тогда и вроде как пошло нормально. Брат поиграл, там весь духом Silent проперся, я тогда тоже немножко пофанател, но играть все равно не мог, поскольку там страшно все дела. Ну, тупо смотрел за ним, вот там второе прошло, третье прошло, четвертое прошло, первый, из-за перевода, как обычно, встряли на пианино. Типичная ситуация. Ну, а дальше, я насколько понимаю, брат пробовал Хамкаминг, но, видимо, ему не поперло, я его даже как-то забросил серию, да и серия скатилась в говно. Ну, сейчас серия вообще уже как бы не жива. Ну, так-то да, я попробовал недавно намедение на PSP Shattered Memories, я, то есть, уже смотрел обзор, это как будто в рамках истории серии, там, вы знаете, где смотреть эти истории серии Shattered Memories, мне понравился сюжет, на самом деле, как не смешно, как объяснялся все это дело, там, концовки, вот эти разные вариации, да, и такой думаю, блин, ну, для PSP тем более круто, я включил, боже мой, как я поражаю. Я на Wii ее проходил. Играть невозможно. Там такой, знаешь, мне должна быть первое тебе сила, то, что, ну, неудобно на этих стиках маленьких на PSP, маленький экранчик, все такое жутко пиксельное, а у тебя экшон такой бешеный, причем еще такой, не, нет, давайте не надо, пожалуйста, мне больно. Это так, ну, вот мы вернулись, как бы, хоррором, мы вернулись к хоррорам, да, мы вернулись к Микаме, суть в том, что, когда его поперли, ну, его долго перли из Копкома, потому что японские компании долго прут, но, в конце концов, его поперли. Он тоже человек такой, как Безинский, его тоже пытаются все ужать, да, и выгонять, не понимают геймдизайна. Ну, нет, не то, что там, это просто был тот случай, когда он вроде бы, я бы, я не знаю, насколько он хороший продюсер. В принципе, его продюсерские проекты, я бы сказал, если они были не успешны, не совсем успешны, так, так финансово, да, то большинство из них они хотя бы были, и хотя бы критики хорошо восприняли. Пен 07, Ган Валькирия опять же. Ган Валькирия, не его. А как не его? Валькирия, Ган Валькирия, это была сеговская вещь. Ничего. А, а Миками капкомовский был. Миками был капкомовский до того момента, как, собственно говоря, танк геймбордс основал. Он в ковере какое-то время был, но ковер это был субсидарий капкомов. так, Пен 03 точно. Пен 03 точно, он, это вот единственная его, наверное, вещь, которую там люди почесали и трепу и сказали, ну ладно, бывают жизнеразочарования. Но там он именно директор был, там он не просто продюсер, он был режиссер. Серьезно, серьезно, это просто... Серьезно, да, я что-то как-то ошибся, извините. Но ты просто вспомнил, вспомнил одну жопу, вспомнил другую, и тебя как бы мозг провел параллельно. И все вместе. Да-да-да. Окей, Витфул Джо. Витфул Джо, это вместе с Хидеки Камией они работали. И Камия как бы ответственный был за второй Resident Evil, а Камия Миками за первый. И они как бы вместе, он... Киллер 7. Киллер 7 в продажах был не очень, конечно, но у него очень сильная критическая, ну фанаты культовых, это культовая игра, фанаты у него очень есть. Ну ладно, окей, ультимативный тогда вариант ответа. Динокризис 3. Динокризис 3, ну... В Динокризисе 3 он опять же... А мертвых, либо крашен, либо динокризис? Да, именно. В Динокризисе 3 он продюсер, а Динокризис 1 он именно режиссировал. Динокризис 2 он именно продюсировал тоже, и там режиссер был Шутокуми. Шутокуми, который потом будет Феникс Райты делать. Ну, мне кажется, из Динокризисов самый крутой это второй Динокризис, потому что он вот сделан прям как надо. Бежишь, стреляешь, бежишь, стреляешь, он веселый, он реально веселый, он реально такой именно фановый, он хороший. Чего нельзя сказать ответим, к сожалению. Вообще, ну, мало чего. Чем меньше скажем, тем лучше ответим. Да. Вот третий и, наверное, ПН-03, вот этот проект номер 3, они вот, наверное, самые такие, как бы, проекты Меканы, которые... Ну, ну... стиль, знаешь, который заложен на самом деле во всех проектах, да, то есть там, и вот... Я все смотрю на тех главных героиней, извините, да, как-то... Ну, слаб я на главных героиней японских игр, они есть такой немножко. как бы, я любоваться ими люблю, а играть в эти игры не люблю совсем, на самом деле. Они классно сделаны, то есть, блин, и что тут с YouTube у ПН-03, что Регина на самом деле в Динокризисах, что даже Динокризис третьим, условно говоря, там, и вот эти чуваки в этих... Ну, там чувак и чевиха. Все круто. Там, да, чувак и чевиха оба классно сделаны. Не в смысле, что там чувак мне нравится, да? Ну, в смысле, что там, у обоих стилистиков классных, да. Но, блин, геймплей неплохо. Ладно, давай. Evil Vs. Синьзовикамер, Resident Evil 4, извини, игрушкам, которые были какие-то новые, новые слова в геймплее дало. Сзади впервые, сбоку точнее, камер первой появилась. Разве это не достаточно было, чтобы... QTE вот этот, который пришел из Shenmue? Ну, QTE, да. Сложная, сложная вещь. Ты имеешь в виду, что Resident Evil 4 плохой или хороший, ты сейчас что хочешь, тебе объясняю? Нет, ну, он был как раз-таки инновационный, наоборот. был, безусловно. Но, есть интересная вещь просто. Resident Evil 4, он как бы был инновационный, да, но при этом, многие переоценивают его немного инновационность, потому что Resident Evil 4, есть мод на него, такой, мод называется Resident Evil 4 Classic, или что-то такое, классик именно делает. Он просто берет и переставляет камеру, ну, как в старых Resident Evil было, то есть ты там идешь, камера сама переключается на разные ракурсы. И чувак какой-то взял, именно вручную сам проставил эти камеры, и когда ты запускаешь игру с этим модом, она реально играется практически точно так же, ну, как третий, там, не знаю, да, как, как второй, просто там, автоэйма нет, нормального, но она реально очень похоже играется при этом. То есть не так-то сильно управление, например, да, поменялось. Там поменялась камера, камера стала за спиной у Леона, а управление там, на самом деле, по большому счету, такое же, как вот в классических Resident. Это, на самом деле, очень экономичный, очень грамотно был сделан дизайн в этом плане. То есть, ты думаешь, что на самом деле какую-то такую ультимативность в плане геймплея скорее принес какой-нибудь, не знаю, Dead Space 2, нежели чем Resident Evil 4? Ну, Dead Space ничего не принес. Dead Space это была та игра, где было написано сначала в аудиологе, потом было написано на стене, потом в туториале, что монстрам надо стрелять по конечностям. Стреляйте монстрам по конечностям. Стреляйте. Ты просто хейтер, вот и все. Я хейтер, я не буду спорить здесь, мне Dead Space очень сильно не нравится. Стреляйте монстрам по конечностям, всю стилистику мы своровали из Event Horizon, все, короче, не надо. Все, я теперь понял, почему ты отказываешься в него играть. Я его играл, я его проходил первым. Я тебя на третью часть подбивал играть сколько времени, и ты такой, не, не буду, нато говном называют. Я еле уломался на то, чтобы типа давайте мы сейчас с тобой сыграем в этот, как назывался-то, который, который про снег. Ты меня убедил, да, в Lost Planet 3 поиграть вместо. В Lost Planet 3 он говорит, а там нет онлайна на ПК, что это? И, понимаешь, игра, которая ориентирована на кооп, в котором нет онлайнового коопа, это ж, короче, я не знаю, как это могли так сделать, но это было просто, ну, что-то с чем-то, мягко сказать. Да, это было что-то с чем-то. Вернемся все-таки к веками. Resident Evil 4 хорошая игра, одна из лучших игр всех временных народов, можно, наверное, смело сказать. Но, 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 после этого пошла перед, так скажем, полоса неудач, его релегировали как раз в Clover, где он делал проекты явно гораздо менее бюджетные, чем те, которые были до этого. А потом, как бы, Platinum, на Platinum он поработал, Vanquish выпустил для Platinum, если я правильно помню, он именно режиссировал Vanquish. И основного, как бы, когда ремастер вышел в стиле. Да, пока, да, как бы, очень, кстати, неплохой, качественный ремастер. С клавиатурой и мышью довольно-таки нормально играется. Были проблемы, по-моему, из FPS, да, на мощных компьютерах? Да, если, если больше 60 гнать, то тогда дамаг в два раза больше становился. Тебе, а не монстрам, или монстрам тоже? Тебе именно. И монстрам не знаю. Я вот, я знаю, что именно, вот, человек проверял, он установился, засекал время, и он в два раза быстрее умирал, ровно, когда под огнем. Но, Vanquish, в принципе, да, тоже такая интересная, очень, вещь была. А потом он основал свою студию, Tango Gameworks, и хотел, как бы, отдыхать на лаврах, типа, вот, только продюсировать. Но набрал новую кровь, и они ему, как бы, сказали, типа, лоу, а давайте все-таки, может быть, как старые, и Миками сказал, ладно, окей. И вот так получился первый Evil Within по сказкам. И мы не знаем, как там все на самом деле было, но Evil Within создает такое впечатление, что вот сидел Миками, да, он поиграл в Last of Us, он перепрошел Resident Evil 4, да, он поиграл еще во что-нибудь там такое, что там, где у нас, ну, опять же, Last of Us. Стелс еще и сушил, там, не стырил что-нибудь, и все. Опять же, Стелс как в Last of Us, действительно. Вот он, вот, такое ощущение, реально, он поиграл в Last of Us и сказал, вот клевая тема, сделаем так же. А сюжет замки добавить, нет, нормальный, как в Last of Us. Ой, сюжет нормальный. Сюжет там очень японский, потому что, я не уверен, что хоть с кем-нибудь он способен соприкоснуться на нормальном уровне, если ты проходишь основную игру. Основную игру ты проходишь, и, спойлер, наверное, небольшой, но это явно небольшой, что вся игра происходит как бы в подсознании. Сон собаки, понятно. Нет, там не сон собаки, там именно реально их как бы, по большому счету, телепортируют в подсознание, и You Die in the Matrix, You Die in the Real Life. Как этот фильм назывался, который сон во сне, там в сон, это вот это что ли? Inception, Inception. Ну, начало, на русской переведенной. Ну нет, там не совсем так, там специальная машина есть, которая именно как бы, машина что-то Ассасин Скриндом попахивает, нет? Ну там ты не знаешь, что ты в машине сидишь, ты не понимаешь, ты думаешь, что тебя этот чувак своими психологическими суперсинами себе заволок в голову. На самом деле нет, там именно машина. И суть в том, что ты опять же, об этом из основной игры ты не узнаешь, что это машина, и он тебя заволок туда, и там намёки на это. Об этом ты узнаешь конкретно, если ты DLC купишь. Насколько я знаю же, кончается игра тем, что ты там из какого-то дома выходишь и всё, да, там что-то. Я не играл в игру сам, но я видел концовку. Что-то такое, сейчас я плоховато помню. В виде концовки, я такой думаю, ну, блин, типичная концовка какого-то такого там ужастика, и здесь вроде как все какие-то были разочарованные концовки, и всё. И видимо, они не купили DLC просто, что ли? Традиционная, традиционная там концовка, ты убиваешь главного злодея, стреляя из него с позуги. Наступает рассвет. Резонтилы в Микане. Наступает рассвет, да, он выходит, типа, всё, отлично, мы вырвались из этого сна, всё зашибись. Почему это всё происходило, непонятно. Агент Кидман, кажется, её зовут, за девочку как раз. Вот DLC, оно, мне кажется, на голову лучше всей остальной игры было. Оно менее про бои, то есть оно менее Resident Evil, я шарею бискравчу, там, всё собираю, да, и делаю там стрелы, непонятно что, стелслю. Оно именно вот в целом больше про стелс и решение головоломок было. DLC. И DLC как раз занимается тем, что оно раскрывает сюжет, показывает, что именно произошло на самом деле, почему всё это произошло, и DLC из-за этого гораздо-гораздо-гораздо мне показалось лучше, чем остальная игра. Проблема в том, что DLC стоила, и каждая, если я правильно помню, в Steam по 500 рублей. А, Steam Case. Ну... Йепт, но ты мог Season Pass купить за 1000, если я правильно помню, или что такое. Ну, да, конечно, в американских долларах, потому что, чтобы чувствовать вот эту настоящую цену, потому что, как ты говоришь, 60 долларов, то типа это была в наших рублях там обкалённая сумма, естественно, DLC должна быть, наверное, стоит 30 баксов, стоила, да? Где-то так, я думаю. подсотку, со сотку почти, что я... Ну, в чём мы удивляемся, в принципе. Вот Evil Within, это вот как раз был пример того, где ты хочешь, если ты хочешь полный experience. Вот ты можешь мне объяснить, что ты хочешь полный? В принципе, все сказали, что игрушка-то как бы хорошая, но как бы такой, типа, ну, типа, в каких-то местах она, ну, падает, да? А потом, я уже через некоторый год, получается, я вижу, что на самом деле распродажа, как Бэтхезда там продавала чуть ли не в русских рублях, говорить, за сотку Evil Within, и какое-то чувство было, что продавалась она очень плохо. Это реально так, или игрушка действительно просто её зачморили? Это объясняет. Не, она продалась, насколько я понял, средняя. Я так чувствую, Бэтхезда вроде не раскрывала, насколько она продалась, но я чувствую, что там миллион или две копии есть, или два есть. Типа, мало, видимо. Иначе бы сиквела не было. Ну да, это как бы считается как бы не успех и не провал особенный. То есть, ну, Square Enix это считает провалами, потому что у Square Enix там своя атмосфера, у них там свой бардак в своей голове. А вот для этого, для Бэтхезда, я думаю, вот когда они не сильно, насколько я понимаю, вкладывались в этот проект, движок опять же использовали свой, вот этот ИТех 5, ещё тогда был, они именно ИТех 5 и отдали японцам, чтобы они с ним работали, и тут тоже, видимо, наложило какой-то опечаток на игру. Ну, а знаешь как, вот тебе нравился Resident Evil 4, да? Не, Нет, там может я такой думать, типа, ребят, come on, а где зомби? Нет зомби. Какие-то, что-то непонятные из голов вылезают, мне не нравится. Чувак похож, как будто это 2007, а это был 2003, да? Ну, про сентябрь говорит, я имею в виду, сейчас по шутке хотя бы. А-а-а, шутка. Ну, в общем, как будто что-то какое-то составляло чувство того, что это не моя игра, она очень японская, когда-то уходил совсем туда, типа, вот этот постапокалипсис, зомби-апокалипсис, это было одно, а в четвертом части там уже ушло в какую-то мистику адовую, мне это совершенно не нравилось. Какие-то монстры, и вот четвертая, пятая, шестая, она все вот в эту тему поперла, и она мне кажется, ну, просто какой-то ересь, искренней. Поэтому, когда вернулись к седьмой части, когда вот больше нагнетание атмосферы, мне показалось, что это правильный возврат к стокам. Хуже, конечно, только Umbrella Corpse, но это вообще, мы уже с тобой шутили, но ты говоришь, в седьмой вернулись, а в седьмой же, получается, зомби как таковых и нет. Там атмосфера зато есть, вот это. Там, ты ходишь, дома следуешь. Ну, это скорее, конечно, правда, амнезия, или даже... Не-не, там именно, ты ходишь, азамняк, следуешь именно все-таки в очень резидентовском ключе, то есть, как ты исследовал его в первой части. Амнезия все-таки, она более пролинейные коридоры, то есть, ты там не сильно возвращаешься, ты приходишь в хаб, какой-нибудь, да, то есть, там у тебя большая зал, из которого три выхода, да, ты все эти три выхода пролазишь, а потом последний из этих выходов ведет тебя к следующему такому большому залу. Ты, опять же, там два у тебя из коридора, эти два коридора проверяешь, и второй коридор ведет к следующему. Ну, окей, просто они сэкономили на уровнях и сделали один большой дом вместо того, чтобы делать коридоры. Ну, там нет ни один большой дом, там много разных локаций, проблема в том, и ты именно исследуешь, реально исследуешь, ты ходишь, ты возвращаешься, там постоянно, новые ходы открываешь, там, это реально прикольно. Как Гоунхол. В каком-то смысле, да, есть чуть-чуть. Гоунхол обязан Resident Evil чем-то, я сказал бы, да, есть такое. А знаешь, самое смешное, что мы говорим про маленькие продажи, в то же время вспомним, что Evil Evil 1 продался не только на текущем поколении, но и на Xbox 360 и PlayStation 3, поэтому мне так кажется, что Evil Evil 2 будет хуже гораздо, чем первый. В плане продаж и на самом деле мне кажется, это будет крышкой гроба на самом деле в серию, потому что у Bad Hats явно чувствую сейчас проблемы будут с деньгами, потому что как продался Prey плохо, как продался Dishonored новый плохо, и они такие пацаны, нужно рубать плохие серии. я чувствую они судя по хотя может быть первый продался как раз таки хорошо, и они ожидают теперь, что второй Evil Evil 1 продастся тоже хорошо. А мне кажется, это собственно, знаешь, уже когда ты инвестировал какую-то сумму денег в серию, да, есть какая-то инсталл база, и ты пытаешься исправить свои ошибки выпустив сиквел, поскольку у тебя как бы еще технологии не устарели, потому что если сильно позже выпустить игру, у тебя она будет стоить гораздо дороже, а так ты еще на предыдущих наработках, там, пресетах можешь как-то себе бюджет возможно срезать даже, и таким образом заработать деньги, тем более инсталл базу не надо накручивать, это такой типичный преемаркетинг. Ну, понятное дело, но просто я не сильно верю, что вот люди, которые вот играли в первый Evil 2, у них именно прямо загорился, ой, надо все пойти покупать. А по-моему, я так понял, что как раз-таки было много недосказанностей, и они как раз-таки из-за этого пойдут и купят. Так, понимаешь, недосказанности все в делише, в делише и рассказы жить, а не делише и должны были купить тогда просто. Ну, я не знаю, что могу сказать себе, тогда все очень плохо. Ну, не знаю, может быть, может быть, там, как бы, просто Evil 2, она была на самом деле неплохая, она была реально средняя, я бы сказал. То есть, там были фрустрирующие моменты, там были как бы моменты такие, как бы, ну, ничего так, интересные. Но, как бы, собрали зато интересную команду, там, вроде, он на Сафуме так, когда на саундтреке сидит, и в первом его уже не сидел, то есть, тоже, как бы, не самый последний человек в индустрии, мало кто его знает, но, как-то, ну, где был, в таких, запоминающих вещах. может быть, может быть. Сейчас, кстати, в Гроссхопере, Акира Ямаука заменяет Масафу Митакоду, когда Масафу Митакода ушел с Гроссхопера, и теперь на его месте почему-то Акира Ямаука какой-то неравноценный обмен произошел там, явно. Ты про Гроссхопер Мануфекчер, да? Яп, да, про них. Что они выпускали сейчас? А то я бы что-то не... Они выпускали как раз, помнишь, ты говорил про игры самыми запоминающимися названиями? Они выпустили игру с самым запоминающимся тупым, ну, абсолютно дженерик названием Shadows of the Dead. А, вот этот, который с таким гигантским непонятным пистолетом, да, вот этот. Да-да-да-да-да-да-да-да. О, Господи. Тоже очень... Это же тоже как раз Миками. Electronic Arts. Как они подписались на это? Объясните мне. А, как они с Electronic Arts подписались? Electronic Arts решила, что типа... Надо японец добавить к нам, да, в портфолио. Да, они именно двигали, они хотели... Это был период уже, когда Electronic Arts экспериментировали. И A-Part. Это был период... Программа какая-то специальная была. Ну, это было, да, когда они... Вот, когда Mirror's Edge выпустили, когда Dead Space выпустили, вот приблизительно того времени была игра. То есть, она вышла позже, чем вот эти вот обе, да, но она была как бы из той же волны. То есть, они вот пытались диверсифицироваться. Синьи с Миками, в общем, я понял, что вообще игрушка такая средняя. Посмотрим, с вами будут продажи. В первую очередь, если кто, конечно, заинтересовался игрой, я, наверное, скажу от тебя, что дождитесь рецензии. Посмотрите немножко стримы. Bethesda сейчас вот в этом плане очень странно себя ведет, что они один раз тот факт, что они с Doom новым не предоставляли ревью копий и типа все, заиграла звезда счастья в глазах и они теперь перестали ревью копий выдавать вообще. Просто вот я считаю, что действительно Bethesda делает правильные вещи в том плане, что сейчас идет то поколение, когда, в принципе, само сообщество дает более грамотную оценку, когда Twitch юзеры, в принципе, просто подкастеры, ютуберы делают больше освещения для игр и в принципе можно просто ориентироваться на них и читать профильные издания. К тому же мы все знаем, насколько эти издания честны. Нет, никогда никакие рубли не заносили в игроманию. Ну что вы, никогда такого не было. Никогда такого не было. И вот опять, да, игра месяца в августе месяца была, знаешь, какая в игромании? Играя? Лоу-брейкерс. Ну, лоу-брейкерс, я понимаю, в тот логику. Почему она могла быть игрой месяца? Потому что, во-первых, это была игра августа. Август это самый топчик месяц. Что у нас в августе вышло, кроме лоу-брейкерс? Холлоу-найт кажется вышел в августе или в сентябре. Вот опять же, я даже не помню, кто там вышел. Ну, просто скорее всего ничего толком не находило еще к добавок. Ну, это нормально. Суть в том, что да, с Evil Within, если вам первый Evil Within понравился, то тогда, я думаю, спокойно можно брать, потому что я чувствую, что там будет то, что... Опять же, ревью копий не выдают, мы не можем точно сказать, но я чувствую, что там будет, скорее всего, вот, если хуже, вряд ли будет, скажем вот так. мы все знаем, что в принципе Evil Within 2 это новая игра, Evil Within 1 это игрушка такая немножко устаревшая, но в принципе еще не старая, но если крутиться, вертеться аки шутейки про горшка в современном интернете к старым играм, которые сейчас можно купить и на Гоге, и на Steam, я на прошлой неделе будучи очень уставшим от работы пришел как-то, зашел в Steam, зашел в раздел пожеланий, на покупку и вижу гигантскую скидку на игрушку Majestic, которую я, в принципе, недавно поставил в пожелание, чтобы купить. И продавали за жалкие 75 рублей, эта игрушка стратегического жанра вышла в 2000 году, сделала, если я не ошибаюсь, Cyber Lore Studios, не помню, чем они прославились на самом деле. А вот вроде только Majestic прославились. Может быть, только Majestic прославились, я сейчас посмотрю на самом деле их как-то работы. Они, мне кажется, я не уверен, опять же, потому что я могу путать с разработчиками Седдлерзов, а вроде бы Majestic сделали немцы. Сейчас мы узнаем, насколько я прав. Сайберлор, компьютер геймс, это американская стратегия. Значит, Седдлерзы немцы. Они делали экспренджент паки для Мехвайр Ро 4, Героев Неполучая Магии 2, Варкрафта 2 и продюсировали Playboy The Mention. Офигасия. Видео Гуфенского продюсировали? Ох, какие? Гуфенского. Ну, короче говоря, на Playboy The Mention на самом деле их истории закончились. И больше, на самом деле, кроме кроме как на самом деле вот этим первым Majestic Majestic. Ой, господи, это как не Sony Бойском подкасте. Завтра кассу время поправляет один другого типа Xbox Live. Xbox Live. Короче, да. Кроме как первые Majestic на самом деле они ничем не прославились. Ягушке вторая часть, она повторяет полностью ее механику, но она говно. погулять невозможно вообще просто никак, потому что реально в 3D все сразу потерялось, мгновенно потерялось. И знаешь, почему? Кто делал первую и вторую часть? 1S. Оу, ееее. Точнее, 1S Inoco назывался, ну, какое-то подразделение, собственно, дистрибютировало в Рашке, дистрибютировало в России 1S, а в другом мире Paradox, ну, соответственно, как-то не зашло, в общем, типичный PK-эксклюзив, а вот первую часть они даже потом HD-ремастер сделали, ну, такой HD-ремастер, на самом деле, я честно сказал бы, что, ну, он, во-первых, во-первых, плохой с точки зрения, ну, просто он растягивает картинку на, там, на 1920, на 1080, типа, мы вот там добавили парочку пунктов, чтобы там, типа, дополнительно окошки у вас там работали, но, в принципе, суть вообще не меняется. И, как бы, все, никакого там перерисовки нет, на самом деле, игрушка работает, при этом на тех же самых апи, наверное, что и раньше, то есть, к примеру, когда я купил игру, я нажал запустить, и она такая, я запустился, нет, не запустился, запустился, нет, не запустился, я потом только узнал, прочитал на форумах, что, что оказывается, надо включить Windows 10, пунктик, Old Legacies, типа, Operational System, и Direct Play, галочку поставить, и установить часть винды, которая не установлена, по-моему, Direct Play, потому что последующие DirectX в себя уже не включают, Direct Draw старый, и вот это все, из-за того, что эта игра двумерная, она, как говоришь, 2000-х годов, начало, 2000-х годов, да, там как раз еще Direct Draw активно использовался, а современные DirectX-ы его как бы не сильно используют, они его эмулируют, и эмулируют довольно криво, поэтому так. Ну, собственно, самое смешное, что ее издавал Infogrames, которая сейчас известна как отаре, я так понимаю, что ты сейчас вообще права на Majesty принадлежат 1С, я так понимаю, бифутых. Ну, молодцы, молодцы, в общем, теперь понимаешь, ну, короче говоря, я купил себе Gold-версию, которая включает в себя северный Expansion Pack, так называемый, и, собственно, в HD-здании поиграл, я за одну неделю полностью прошел оригинальную кампанию, практически полностью прошел северную кампанию, там какая-то зубодробительная просто уже начинается такой, типа, гринд-плей, я не знаю, то есть, гринда нет, это игрушка представляет себя типичный симулятор, ну, стратегия пролезть королевством, но ты не можешь пролезть своими юнитами напрямую, стратегия с непрямым контролем, ты можешь строить здания, например, как Team Hospital, Dungeon Keeper, опять же, Settlers, в каком-то смысле очень похожи, по духу, на G7. Ну, вот, Dungeon Keeper, ты, в принципе, плюс-минус, ты еще как-то, там можно было в юнитах стилить, ты мог от первого лица за них бегать, вот это я помню. Вот, мог, здесь ты не можешь этого делать, здесь единственное, что можешь делать, это приказывать строить здания, выбирать пассивные вещи, типа, там, сбор налогов на рынке включить, вот прямо сейчас, чтобы денег больше поддало, там, или при помощи воровской гильдии, типа, вымогать деньги, чтобы они напрямую в казну поступили, тебе даже не приходилось сборщиком налогов обрабатывать их, ну, там, естественно, штраф получаешь, ты определенный. я помню, что там, например, армию нельзя просто так послать куда-то, да, там надо, то ли, надо назначать награду специальную за монстра, либо, там, за разведку территории, либо за сломанное здание. И хрен знает, пойдут ли они вообще это делать. Да, да, и чаще всего идут какие-то, кто, воры, которые сразу же бегут на любое бабло, сильные какие-то юниты твои возможности, такие, эээ, не, не пойду там, типа, а ставишь там уже больше денег, тогда, ну да, конечно, все, вот это, насколько я знаю, а есть юниты, которые вообще никогда никуда не ходят дальше своей вот этой гильдии, недалеко там, сбоку тусят, нападут на них, такие, окей, мы позащищаемся, но это не точно, а куда-то нападать, это, ну, насколько была в этом вся и прелесть, Мейджести, что у тебя, как бы, действительно чувствуешь себя королем, которого никто не слушает никогда, типа того, да, да, я, в общем, как-то обожаю эту игру несколько раз уже, ну, наверное, второе прохождение, она в целом просто, она не стоит в какой-то гигантской димно-сюжетной линии, там просто куча разных миссий, я вот все миссии потихоньку проходил, там, можно в случайном порядке их проходить совершенно, они смешные, есть не смешные, тебе иногда дают какие-то стартовые условия отличные от дефолтных, разные гильдии могут давать сразу же, там, могут дать какие-то адовые условия, а-ля, ты там должен защитить гильдию эльфов и не дать им разрушиться, эту миссию так и я не прошел, блин, там просто трэш какой-то творится, эти чуваки на другой стороне карты, я там такой, бегом пацаны, строить возле них, там, не знаю, караулку, строить возле них гильдию магов, чтобы я сейчас обвешался все башнями полностью магическими, которые самостроятся, как только к ним враги подбегут, а медуза, причем еще подбегает, которые довольно мощные и всех еще кменят, типа, я смог обороняться, фиг, денег мне не хватает, у меня воинов не хватает, всех убивают, миссия провалена, ну, в стратегиях это мои любимые миссии, когда тебя опускают с голой жопой и говорят, вот на тебя сейчас огромная армия идет, давай, импровизируй, самое смешное, что я почти большую часть игры играл с одним рынком, а это, оказывается, основа экономики, и когда я догна, что можно строить несколько рынков, я такой, блин, и следующую миссию, у меня там десятки тысяч золотых уже скоплено, я такой просто пачкой стругаю своих этих героев, ну да, потому что там еще есть магия, вот магией ты можешь напрямую влиять, то есть, чаще всего, на самом деле, напрямую воздействие выглядит примерно как, ты смотришь на свой герой, оцениваешь, сколько осталось у него жизни и в нужный момент хиляешь его просто, я почему-то вспомнил сразу же свои древние времена, когда играла Волода, первые, вторые, и у меня стандартная тактика была два воина спереди, два хилера сзади, и я такой, хилить, 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 быстрее, если у кого-то жизнь не мало, просто вот, ну, Володах по-другому уже тяжело было, ну, НГ можно было нанимать типа идеи этих наемников, но я был такой, ну, тотарин хуже еврея, сам же понимаешь, да, я копил деньги до самой последней миссии и в последней миссии покупал всех наемников, просто, и с гигантским, ну, естественно, весь обвешенный в кристаллическую броню, ту самую крутую, да, магическую, у меня все наемники еще разом, я просто прихожу к главному боссу, тупо спамлю его наемниками, и он, естественно, задыхает, все, обожаю за это концовки обоих Алодов, я просто тупо спамлю, я только в проклятые земли играл, ты издеваешься, серьезно, и в Алодов первые не играл, а вот в проклятые земли играл, разница между проклятыми землями и первыми, вторыми Алодами на разительные, я знаю, что это абсолютно разные игры, на подсосе находятся у первых, вторых Алодов, ключи, они быстро проходятся, тебе одну неделю, даже с твоей, с твоей дикой загруженностью хватит, чтобы пройти их, ну, хотя бы одну часть, у тебя вот классные заставки, там офигительный арт, мне очень нравится, там просто, мне кажется, инновационная для своего времени система того, что ты можешь разные части своей брони менять, учитывая, что это какой деготка был, в 99-й, наверное, я очень не слышал. Вроде, вроде земли уже были в 99-м, мне кажется, нет, в 2001-м были, точно, ну, наверное, да, где-то, район топ, вот где-то вот с 98-й по 2001-й, я помню, что у меня земли уже на моем C3-у 3D тормозили, поэтому играть я не мог в нем нормально. В 98-м году вышли Аллоды, первые, вторые вышли в 99-м, а Прокольты вышли в 2000-м, в октябре. Самый интересный момент, что первая и вторая часть Аллодов издавал, знаешь кто, Монолит. А, серьезно, на западе? Да. Учитывая, что они сейчас, сегодня, как я понимаю, от них Shadow of War, да? War. War. С микротранзакциями сидела, сейчас, что-то там все хуесосят за это. Ну, там просто, похоже, действительно, игра больше казино напоминает, чем угло. Проблемы с Joy Shadow of War. Давай отнерку в конце. Напиши письмо Bethesda. Почему Bethesda? Это Аликсис делает сейчас господиан. Да, W Games, да, WB Games. Мне кажется, иметь Warner в качестве издателя, как и Disney, мне кажется, это такой зашквар, вот честно. Не очень ассоциируется менять с играми, на самом деле. Ну, прям вообще. Ну, смотри, что Warner вообще выпускали? За что их знают? Вообще, Mortal Kombat это Warner сейчас. Mortal Kombat, да. Сейчас, сейчас это NetherRealm Zone в кармане. Бэтмены. Потом Lego. Нашло. И еще они Mad Max. Тоже так себе. Еще я вспомнил. На самом деле, смотри, Fear плохой, пример уже. Lego так себе, пример. Не буду говорить, что плохой, просто я не знаю. Бэтмен. Ну, я не любитель битэмапов, я помолчу тоже. Injustice, Mortal Kombat, ну, вроде хорошо, ну, такой. И опять же, на это файтинге. Блин, все на драчках завязано. А вот эти Shadow of War, Shadow of Mordor, ну, это гринд. Ну, это Assassin, это Assassin Batman. Реально, вот как описать, как описать Shadow of Mordor, потому что в Вурге я еще не играл, но в Mordor, который не Shadow of Mordor, я забыл, как она называется. Не важно, первая игра про вот этого оригинал The Character Shadow of Mordor, и там, как бы, да, реально, Assassin's Creed с боевой системой с Бэтмена. Ура, здравствуйте, я ваша тетя, приехала к вам жить. И ты такой, как говоришь, спасибо, тетя, что ты приехала ко мне жить. Я бы лучше, не знаю, либо в Бэтмена, либо в Ассасин и пошел, чем в Старл. не буду, в общем, это совершенно не мои игры, все это, кроме в первой, третьем, поскольку я уже включил, его нужно пройти просто. Говно всякое. А первые два фира проходил? Страшно. Ну такое, да. В первом фире еще страшная мертвая девочка. В третьем фире она тоже формально есть, но она уже рожает. Рожает мертвая девочка. Она уже взрослая страшная девочка. Сука. Ты чувствуешь, какой... От главного героя первой части. От пресса. Зачем я это узнал? Объясни. Я просто иду по сюжету, мочу этих, дебилов, дую, нормальная игра, ладно, тупой шутан сойдет. А тут ты мне говоришь, а ты главный герой первой части. Я такой, бля... Я теперь эту игру, знаешь, у меня она будет вот в бэклогах где-то вот в самом конце списка лежать. Вот. Просто не уверен. В третьем, в третьем, возможно, ты играешь как раз за главного героя первой части. одного из двух героев. Вот есть чувак, который бородатый, по-моему, немножко, ты играешь за него. А второй чувак, он уже с простреливанной головой, и ты в него можешь играть, если ты играешь в коопе, а в коопе. В третьем части можно играть в коопе. Это какая-то подсказка. Ну да. Не-не, это плохая подсказка. Не верьте ему. Портнерится. Да, не стоит портнерится. Я у меня от этого таким братом не надо. Гуфнулся. Ну, и там он типа какими-то магическими способностями обладает. Ну, конечно, псевдомагическими, но суть. Вот этот второй персонаж, если я правильно помню, это как раз главный злодей первой части. Ну, они там типа братцы. Да, я забыл, как его зовут. Он, короче, псих. Он супер-психованный. У него супер-сила есть. Короче, он гуфнулся, и он сейчас с ним только и нога появляется, и мы нога с ним говорим на пару секунд, и дальше идем отстреливать этих мобов. Так вот, да, да, все правильно. Бородач, это, короче, главный герой первой части, и он же суженный, так скажем, маленькой девочки из первой части. И у него проснулись латентные психоспособности, потому что на самом деле он брат как раз вот этого психа. Но он не знает о том, что он брат этого психа в первой части. Basically, basically, Fear очень-очень-очень-очень интересный сюжет. Всем рекомендую внимательно смотреть сюжет. Там еще два аддона у первого Фира есть. Сюжет там тоже не канон, но он обязательный. Ну, только первую часть, а вторую-третью выкинемся. Я не знаю по поводу второй-третьей. Я бы не играл. Я играл только в третью, почти не нравится, но я уже в него начал играть. Мне как-то стремно ее не пройти, потому что я прошел уже очень далеко. Ну, понятно. Но это не точно. Ну, октябрь, месяц страшный как раз в страшные игры типа Фира 3, где ты ходишь и орешь Мааа, мааа, мааа И с пулемета всех расстрележут Ну нет, конечно, самое смешное Я в ней играю на расслабоне очень сильно Я играю на геймпаде причем Как-то не знаю Она реально очень-очень Как положено Она как будто бешеная шуталка 90 фпс выдает постоянно И все валятся как мешки с говном Ну короче, такое Ну ладно, слушай Попытка Попытка с FearM3 была Во, колда, слушай, это колда Все хотели делать свою колду Все хотели делать свою колду И это вот как раз был период того времени, когда все пытались сделать колду И вот в Fear3 У нас есть свой франчайз, давайте из него сделаем колду И сделали вот Не очень Не знаю, что еще сказать на самом деле Наверное, надо добавить На этой оптимистичной ночи будем заканчивать Ну давайте заканчиваем, конечно Но сначала вернемся к нашей постоянной рубрике Что там у бурятов Ну давай Блин Поплохело, аж даже видите, от бурятов Только сказал и сразу же Я даже вырезать это не буду На этой неделе Компания, которая Кодзима Продакшнс Выпустила полноценную фигурку Люденса С его маскота Компании Продажу То есть любой может купить себе Люденса личного Да Помочь, наверное, таким образом Выпуску Death Stranding Но это, опять же, не точно Потому что Если вы зайдете на Инстаграм Гения Все Я бурятия Конечно Очередной раз Видите фотки С попиванием пивасика По просмотрам очередного гениального кино Но не разработкой Ну Кто будет разработку выкладывать в личный Инстаграм? Ты подумай, да? Ну Обычные разработчики Выкладывают что-то там Типа Ты посмотри Посмотри Как вы делали Господи Вот этот Сэнер Сакрифайс Девелопер Диарисов Висит на Ютубе Ну Овер дофига Death Stranding Анонсировали Два года Это другое А не, мы же еще Но это Девелопмент Диарис Это Девелопмент Диарис Это другое Камон Девелопмент Диарис Вот Люди не понимают Да? Девелопмент Диарис Отъедает как раз Время и ресурсы От продакшена Непосредственной игры Нет Нет Я сейчас с тобой Вот прямо категорически Не соглашусь Потому что есть Вот есть разработчики Вот у нас есть компании Да? Там сидят программисты В отделе IT Да? Вот я подойду такой И скажу Алим, привет Да? Там, что ты делаешь? Он мне покажет свой код Ты такой Ничего не понимаю Я тебе помочь не могу Типа работаю И мешать не буду И дальше пойду Там У нас сидят другие IT-шники Что-то пилят И сижу я такой себе В маркетинговом отделе Да? Я хоть как-нибудь Могу помочь ему Чтобы он сделал свой код Или как-нибудь Он может мне помочь Никак Всегда есть компания Пиарчик и маркетингов Он делает свою часть Дарисом Вот этим Да? И вот есть чуваки Которые делают код Они не связаны с другим Поэтому когда Я, например, сижу Не-не-не Ты неправильно Ты неправильно это понимаешь Они естественно не связаны На другом Но если ты хочешь Чтобы были Девелопмент дарис Ты тогда приходишь И говоришь Теперь нам нужны Девелопмент дарис Нам нужен человек С камерой Нам нужен человек Который вот это будет Все ходить Освещение поставит Звук будет делать То есть Это надо тратить Деньги Надо всем понимать Что Которого можно потратить Куда-нибудь Pay Уже Тренгинг Это в первую очередь Проект Который ориентирован На то Чтобы сказать Слышим Майкрософт У вас эксклюзивы Нет такого А у нас Викодзим Эээээ Сусо не занесет Слушай Ради такого Нет Та Смысл Такое делать Если так работает Учитывая Что Ну во-первых Так работает Во-вторых Это ж бурят Бурят собаку Съел на том Чтобы Туману напустить Перед тем Как Абокар под левый да ну вот последний раз был гран-зирос я играть даже в это говно не буду блин вот это 20 минут на или 30 минут на тиранда где там с этой босс разговаривает а потом он ее убивает потому что у него есть задание хотя он ее любит а здесь задание но кита не убей ее парень цешком он вообще-то страшно ты посмотри на нее просто жуть какая-то что с тобой не так парень а знаешь что самое прикольное во всех ремейках именно этой части и сделали еще страшнее намеренно так лучше делайте дальше свои порно игры как-то компания illusion называется вот делайте вот эти игры да и уже вас у меня кажется сегодня или завтра как раз сегодня или завтра новая игра должна выйти а вот как раз к следующему выпуску нашего подкаста мы сделаем обзор на новую игру от компании illusion есть и вы не знаете что это за игра то готовьте ваши салфетки будете плакать в общем вам может понравиться это может и нет зависит от вас самих и от ваших стараний все зависит только от вас убедитесь никого не огорчить кроме вас лично самих что как минимум дверь закрыта да и одноглазых змеи своих тоже не огорчайте в таком ситуации тоже заставить их плакать и тогда как бы уже спасибо большое слушали нас или просто не слушали мы постарались сделать этот выпуск гораздо приятнее мы старались больше натуженного смеха напустить чтобы было смешнее чем так грустно как прошлый раз нам все еще стыдно за то что мы делаем но спасибо за то что с нами следите за нашими обновлениями с вами до сих пор оставался артур бакиров и анатолий кузнецов и мы надеемся что вам будет не стыдно это спасибо и до следующего выпуска удачи а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok